Всем привет-привет! Не удивляйтесь, что сегодня у нас будет такой формат. Я просто не успеваю записать формат обычный, где я в кадре, потому что к нему тоже нужно подготавливаться. Поэтому времени у меня было только на то, чтобы записать вот в таком формате расклад. Итак, что мы с вами смотрим сегодня? Мы смотрим расклад. За что вы благодарны? Расклад будет, думаю, небольшой, но все же. Выбирайте, пожалуйста, позиции. Первая, вторая, третья. Голубой, красненький, зелененький камешек. Я мешаю здесь метафорические карты. Почему-то мне подсказали сегодня, что нужно их вытащить. Хотя я в недоумении зачем, но ладно. Сказали, сделаю. И давайте сразу приступим. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Единички. За что вы благодарны? Наверное, на трех колодах и будем смотреть. Итак, за что вообще, в общем, да, за что вы благодарны? Либо можете быть благодарны. Десятка жезлов. О чем она нам тут говорит? Здесь такое ощущение, что вы можете быть благодарны за то время, которое вам подарили. для того, чтобы вы, не знаю, лучше узнали себя, лучше познакомились с собой и как следствие благодарность за очень трудный, долгий, сложный путь в личной жизни. То есть здесь такое, как это, это не двоякое, а две выгоды, да, так, если можно сказать, две благодарности. Вот. И они идут одновременно, потому что первая благодарность, она непосредственно связана с нашим внутренним состоянием, да, по двойке кубков. Когда мы через какие-то трудности, сложности, обязательства, которые мы брали на себя, да, долгое время не могли прийти именно вот как-то к своему, не могли прийти к союзу, не могли прийти к согласию, не могли прийти к любви, не могли прийти к договоренности. То есть это может быть как внутреннее, так и внешнее, да, потому что одно озеркаливает другое. Но я больше акцент делаю на наше внутреннее состояние. В любом случае, вот трудности, с которыми вы столкнулись на этом пути, они как раз-таки способствовали именно принятию себя, именно договоренности и единению себя с самим собой. Ой, я хочу просто уточнить, что здесь, причем это был очень долгий путь, что здесь за трудности, какие трудности, сложности. Ну, это говорит обо всем, да, какие трудности. Трудности связаны с дьяволом. Здесь были зависимости, здесь была проверка, здесь было, опять же таки, во внешнем мире, да, если мы говорим о партнерстве, о дружбе, если мы говорим о человеческих взаимоотношениях, да, в которых присутствует двое людей, не более. То здесь вот через это, и это был очень трудный, долгий путь, вы пришли, знаете, вы как будто бы смогли себя узнать, вы раскрыли свои какие-то грани своего характера, вы стали себя лучше понимать, то есть чем больше, как будто бы у вас забирали, либо не давали, вы стремились к этому. И вот это вот ваше стремление, оно заставляло вас вырабатывать вот эти качества, которые вам, по сути, были необходимы. И в конечном итоге вы должны были прийти к этому состоянию, что, в принципе, то, зачем я гнался, то, что я считала, что мне было необходимо, на самом деле я научился самостоятельно это в себе вырабатывать, для того, чтобы прийти вот именно к целостности самого себя. Это такая, знаете, картинка, как в мультике про Стоквашино, да, когда Шарик бегал за зайцем полдня, чтобы его сфотографировать, а потом жалуются матроски, но говорят, вот я полдня бегал за этим зайцем, чтобы его сфотографироваться. Ну и, конечно же, мудрый матроскин говорит ему, это еще полбеды, да. Вторая беда в том, что еще полдня будешь бегать для того, чтобы ему эти фотографии отдать. Вот здесь примерно про то же самое, да, чтобы завершить вот этот вот цикл познания самого себя, вы сталкивались с трудностями. Дьявол, вы непростой человек, поэтому и дьявол ваш, он такой достаточно непростой, да, то есть искушения, они были именно там, где у вас было очень тонко, то есть где была ваша слабость, возможно, непринятие своей собственной силы, да. То есть вы не принимали, не понимали, на что вы способны, насколько вы сильный человек, да, и как следствие вам давали сильных людей, которые либо ломали вас, да, либо наоборот вы подчинялись им. То есть вам, да, условно говоря, нужно было научиться разбираться в вашей собственной силе, уметь ее управлять, да. То есть вы сталкивались с людьми достаточно властными. Дьявол всегда говорит про власть, про некую такую надменность. То есть как следствие у вас, возможно, происходило в взаимоотношениях обесценивание. Опять-таки я говорю в общем про взаимоотношения, не обязательно любовные, да, это дружеские, это даже родственные, но между двумя людьми, то есть это могут быть даже однополые люди, да, не обязательно противоположный пол. Давление. Вы сталкивались с тем, что, например, связи играют большую роль в этой жизни, да, что вот, допустим, без связи очень сложно достигнуть того, чего вы хотели. Либо умение выстраивать необходимые вам коммуникации. Также у вас были ситуации в жизни, когда благодаря другим людям вы достигали, наоборот, достигали то, чего вы хотели. И было вот это вот ощущение, такой вкус сладострастный, что, блин, какой я молодец, да, вот. Это тоже дьявольская такая игра. Ну вот мне хочется, и за это, в принципе, да, вы благодарны. То есть вот благодарны за те трудности, сложности, которые вы прошли, да. То есть каждый человек благодарен за что-то свое. Вот в вас идет именно это. И это был долгий путь. Еще расскажу, потому что семерка педагли вот в этой колоде, она такая достаточно, то есть здесь человек уже пророс этими корнями, да, от своего бездействия. То есть долгое время здесь что-то происходило. Давайте посмотрим на момент в афорических картах, за что вы благодарны. За что вы благодарны, да. За что кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку, да. Вот здесь вот примерно то же самое, да. То есть вы смотрите на мир, да, либо на вашего партнера, на человека, о котором здесь идет речь, да, человек наблюдает за вами. То есть вот это вот, вот эти вот гляделки, подглядывания друг за другом, да. То есть здесь, если смотреть с точки зрения философии, эта карта, она говорит о том, что вы узнаете, то есть для чего мы посматриваем, да, нам любопытно, мы что-то хотим узнать. Вот. И мы смотрим на мир, а мир смотрит на нас. То есть, и все зависит от точки, от угла, как это сказать, от точки зрения, от угла, под которым мы смотрим, то есть на что мы смотрим. Почему? Потому что здесь девушка, да, девушка, она повыше на каблуках, да, она смотрит, и безусловно, то, что она видит, ну, в данном таком раскладе, она видит дьявола, некие такие искушения, да, она смотрит, и ее вектор направлен на определенный уровень, достаточно высокий, потому что она находится выше вот этого вот паренька, да, который смотрит, и то, что он сможет видеть, он как раз-таки видит ее низкую часть, да, то есть если мы смотрим в контексте чакровой системы, то это, в принципе, ну, возможно, первые две чакры, то есть направленность такая достаточно сексуальная, что касается девушки, да, то у нее, наоборот, на высокие чакры, то есть там пятая, шестая и седьмая чакры она может видеть, то есть здесь идет у нее развитие, да, более такое духовное, но при этом вот это вот духовное ее развитие, оно идет через материальный план, через познание этого мира, то есть то, что нам говорит здесь дьявол, через познание более каких-то земных, что ли, более низких энергий, но при этом немалозначимых, они приводят того, что человек, поднимая свою энергию выше, да, он приходит к осознанности, то есть мы можем оставаться здесь, выбор каждого, да, человека, то есть мы можем оставаться на уровне материального мира, да, то есть как живет, например, большинство людей, которые ничем не интересуются, помимо каких-то моментов своего выживания, ну, то есть у них такой уровень осознанности, да, но для людей, которые развиваются и познают себя, они видят, что вот благодаря как раз вот этому вот низкому уровню, да, выживания, то есть в этом можно найти что-то для себя, не то чтобы философское, а какие-то знания, которые наоборот будут способствовать пробуждению, развитию, то есть то, что я люблю говорить, обучаться можно у всего, да, то есть и у всех, не обязательно находить, находить себе какого-то наставника, если мы ставим цель научиться, то мы учимся у жизни, мы учимся у мира, у природы, у животных, то есть обучаться можно у кого угодно, потому что неважно у кого, даже не то чтобы неважно у кого ты учишься, а человеку важен сам навык обучаемости, да, то есть вот акцент делать на обучаемость, на этот навык, на умение, это как раз Киаркан Шут нам про это говорит. Хорошо, за что еще вы можете быть благодарны? Ну вот, за труд, да, за труд, за эти знания, которые вы получили, которые для вас были в некоторой такой степени грузом, за тот путь, который вы прошли, но в принципе здесь карты дублируют. За красоту и за перерождение, да, видно, видно, за перерождение, за рождение себя, за обновление, за то, что в трудные и сложные моменты вы всегда выходили обновленными, да, то есть присутствовала какая-то такая жизненная энергия, которая делала вас победителем. С каждой кризисной ситуацией, да, вы становились еще лучше и лучше и лучше. Ну вот здесь краски карты это подтверждают все, скорее всего, бегу впереди карт. Энергетически просто энергия идет вперед, бежит. Она говорит здесь как раз-таки про дерево, да, которое, невзирая на забор, на трудности, да, захотела высвободиться, да, то есть нашла тот ключ, который не открывает ей. Она здесь как будто бы адаптировалась, да, но при этом не остановила свой путь. То есть невзирая на трудности, еще раз повторюсь, скажу, трудности и сложности вашего опыта жизненного, да, вы все равно продолжаете расти, вы все равно продолжаете развиваться. И это не значит, что все люди так действуют, да, потому что кто-то может сказать, ну, блин, это же само собой разумеющееся. Нет, ни в коем случае не все идут в развитие, не все идут в самопознание. Все проживают, доживают, да, в основном, скажем так, не все, а в основном свой век. Но мало людей, которые вот являются борцами, да, помним, мы здесь, вам важно познать вот эту вот силу, вашу внутреннюю силу. Здесь сила данного дерева говорит о том, что у него нету сознания, ему не нужно сознание, у него есть вот этот вот истик, даже не истинк, а как это сказать, программа, заложенная на жизнь, да, то есть мне нужно жить. И если для жизни нужно будет преодолеть какие-то преграды, найти, адаптироваться, найти какие-то выходы, я это сделаю, да, то есть вот за это вам нужно быть благодарным. Ну, уроки, которые вы получали. Давайте посмотрим на Тару сумасшедшего дома, сейчас я подниму эти арканы. За что? За что вы благодарны? Десятка мечей, да, за свободу, хочется сказать, за свободу, которую вы имели в своей жизни, за свободу выражаться, за свободу мыслить не так, как все, я за свободу пробовать, да, жить так, как я хочу, причем в этом материальном мире, где, как условно говоря, руки-ноги связаны, да, то есть нет такой возможности, да, делать все, что, не знаю, все, что захотели бы вы. Но при этом по возможностям, опять хочется сказать, да, вы старались, вы старались к свободе, да, двигаться вперед. Восьмерка монет здесь говорит о том, что человек, благодаря тому, что он постоянно строит этот домик, разрушает, строит, разрушает, он получает какие-то определенные навыки, но при этом эти навыки, они ограничивающие. Ограничивающие чем? Ограничивающие тем, что я могу построить этот домик, да, но только ничего нового придумать не могу, но могу сконструировать из того, что у меня под рукой, то есть в данном случае под рукой игральная карта, да, колода игральных карт, и чтобы я какой бы домик не строил, этот домик, он будет из того материала, что я имею. А для того, чтобы построить что-то абсолютно новое, нужно и какой-то другой материал, абсолютно новый, не тот, который под рукой. Вот здесь вот эта вот карта, она почему-то мне пересекается. Она также говорит о том, что да, я могу быть свободен, но опять же таки, вот эта вот свобода, да, то есть я убежала из одной клетки, но из комнаты я не могу убежать, потому что на оконах тоже есть клетка. То есть условно говоря, я выбегаю как будто бы из какого-то, не знаю, из какого-то сценария, из какого-то шаблона, но все равно вот в некой присутствую, в некой какой-то матрице, да, в некой системе такой. То есть, как бы так сказать, здесь картина такая, как матрешка, да, то есть я убегаю из матрицы, одна в другой. Я убегаю, либо выхожу за пределы матрешки, самой первой, которая находится внутри нас, но я сталкиваюсь с матрешкой, которая есть над ней, потом еще над ней. То есть вот я все время стараюсь выходить за пределы этой системы, за рамки. Поэтому я могу сказать, что вы здесь можете быть благодарны за свободу. В принципе, жизнь, да, какой бы она ни оказалась трудной и сложной, да, по четверке жизненных, она говорит о том, что ваша жизнь была достаточно, достаточно легкой, наполненной, да, как минимум праздника, веселья. То есть есть что хорошее вспомнить в вашей жизни. Да, если кто-то скажет, что вот у меня была трудная и сложная жизнь, да, всегда все познается на контрасте и в сравнении, да, то есть есть у людей жизнь намного сложнее. Все зависит от того, с чем мы сравниваем. Но в общих чертах, да, ваша жизнь, она дает вам вот это вот ощущение праздника. По крайней мере, эти состояния, они у вас, ну, пребывают. Вот, вот такая у меня была первая позиция. Так, сейчас мы соберем быстро арканы и двинемся дальше. Позиция номер два, красненький камешек. Двоечки, смотрим вас. За что вы благодарны? За любовь, да, за туз кубков, за наполненность. Вы благодарны вообще за ту жизнь, которую вы проживаете, за движение. То есть человек, который, невзирая на то, что его окружает, да, человек находит в себе силы, победитель, шестерка жеслов, как-то найти, за что быть благодарным. То есть вам нельзя сказать за что-то одно, да. Вот вы просто как человек по шестерке жеслов, человек, который ощущает вот это вот удовлетворение. То есть находите, за что можно быть благодарным каждую минуту, да. То есть вот из-за того, что у вас есть связь по тузу кубков самим собой, с источником, с источником любви. Вот вы, все, что вы делаете, да, как правило, вы это всегда делаете из чистых намерений, побуждений. И вот первоначально, да, вы перед тем, как совершить какое-то действие, да, вы можете быть благодарным. Да, конечно, результат иногда может вас разочаровывать, огорчать и вам свойственно, как и всем людям, да, как-то переживать. Но вы, я могу сказать, такой человек, который, ну, очень часто благодарит, да. То есть здесь нет какой-то конкретной причины, за что вот вы можете быть благодарными. Вам, скорее всего, вот нравится сам настрой, да, вот этот вот настрой победителя. Вы позитивный человек. Прошу прощения. Вы позитивный человек, и поэтому вы как будто бы ориентируетесь по жизни вообще больше на состояние своей души. А поскольку ваша душа, она наполнена вот этой любовью, вот этой красотой, таким легким флиртом с жизнью, вот с этими бабочками парящими, да, то есть вы всегда как будто бы благодарны. Вот вообще о жизни хочется сказать, да, не за что вы благодарны, а за то, что живете. Вот вы часто, возможно, и говорите сами себе, что благодарю, что я живу, да, благодарю, что, ну, вот я имею то, что я имею. Мне хорошо. Это не говорит о том, что вы не желаете чего-то большего, либо вас все полностью устраивает. Нет, но вот в большей степени вы тот человек, который благодарит. Смотрим на другой колоде. За что вы благодарны? Ну, скорее всего, благодарны за возможность кому-то помогать, кого-то лечить, кому-то быть полезным. Я бы так сказала, да, то есть за благодарность быть частью чьей-то жизни. Еще за что вы можете быть благодарным? Благодарны за то, что на вашем пути встречались люди, с которыми вам было хорошо. Благодарны за то, что на вашем пути также были другие люди, которые помогали вам выйти, вот, знаете, из каких-то трудных эмоциональных состояний для вас, да. То есть не хочу сказать, что это депрессия, может быть, какие-то страхи, да, может быть, какие-то волнения, переживания. То есть были люди, которые вот вас поддерживали, да. То есть вы благодарны очень за поддержку других людей. Причем эта благодарность приходит тогда, когда у вас уже в жизни все хорошо. Ну, то есть вы, как раз, относитесь к той категории людей, которые благодарят, когда у них хорошо. То есть, как бы это так сказать, то есть вы помните о хорошем, вот я о чем, да. Не тогда, когда вот там, я не знаю, ну, плохо в жизни, а вот наоборот, когда уже все наладилось, и казалось бы, кто помнит о благодарности? Вот вы, как раз, и тот человек, который помните, что вот когда-то мне там помогли, меня поддержали, мне дали руку помощи, да. То есть, возможно, кто-то здесь благодарен за те чувства, которые проживала, за любовь, которые ощущала к противоположному полу, да. За что еще вы здесь можете быть благодарны? Да даже за те моменты, когда вы находились в уединении, да, когда вы, ну, не видно было никакого просвета, да, в вашей жизни. Вот когда действительно был такой сложный момент одиночества, либо уединения, вы все равно благодарны именно за этот момент, потому что вот в эти моменты, да, уединения, ощущения покинутости, ненужности, вы пересматривали свою жизнь, и когда вы ее пересматривали, вы научались ценить по-новому и замечать те моменты, на которые ранее не обращали, да, то есть вот как будто бы какой-то апгрейд происходил, и это наполняло вас еще большими эмоциями. То есть я могу сказать, что вы, ну, то, что сказала ранее, вы благодарны абсолютно за все, и за хорошие моменты в своей жизни, и за негативные моменты. Смотрим на колоде Таро сумасшедшего дома, да, что нам покажут сумасшедшие наши, да, за что вы благодарны, за что вы благодарны. Высший суд. За те, ну, здесь что-то связано с семьей, но, в принципе, за те уроки, да, потому что я говорила, за те уроки, которые вы проходили. Особенно вы благодарны за те моменты, которые, когда заканчивались в вашей жизни, какие-то большие циклы. Что это за циклы были? Циклы безысходности, да, вот когда не было просвета, когда сталкивалась прям с ситуацией, когда не знаю, как делать, что делать, да, куда пойти, куда пойти, куда податься. Вот, какая-то вот немощность, что ли. Когда эти моменты завершаются в вашей жизни, вы благодарны. Я не уверена, что вы делаете правильные выводы, ну, то есть осознаете, почему вы пришли к тому или иному вот этому состоянию, да, безысходности, либо жертвенности. Но вот для вас как будто бы не столь важна вот эта вот логика и понимание, почему, сколько вы просто благодарите. Ну, то есть я могу не понимать, я могу не видеть всю картинку целиком, я не могу многое чего осознавать, но вот то, что это завершилось, уже хорошо, да, то есть это уже повод для праздника, и я благодарю. То есть вот здесь такие энергии. Еще за что вы благодарны? Вообще, вы благодарны за колесо фортуны, за изменения времен года, да, что вот, может быть, часто для себя и отмечали, да, что как хорошо, что Творец создал разные времена года, и лета, и весну, и осень, да, то есть одно сменяет другого, вроде бы не скучно, и в то же время присутствует вот какое-то такое разнообразие. Вот почему-то для вас вот эта вот смена, да, она, не знаю, она вас радует. И вообще природа вас радует. Так, за что еще вы благодарны? Ну, конечно же, за свое творчество, да, за те мысли, которые к вам приходят, за те возможности, которые у вас рождаются, да, и вы можете реализовать. То есть здесь вы благодарны. Вот мысли, которые роются в вашей голове, да, они красочные, они окрашены вот в какой-то творческую, такой творческий оттенок. То есть это может быть музыка, да, в виде цветов, ноты какие-то в виде цветов, там, я не знаю, хор, голоса в виде цветков, не цвета, а цветов. Цветков вот. Ну, то есть в вашей какой-то такой, знаете, в голове хаос, но он творческий хаос, и он приятный. И вот вы часто ослабливаете себя на мыслях, что вот вы мыслите не как другие люди, но просто немножко другими категориями, другими понятиями, да, как-то оперируете. И вы здесь даже гордитесь этим, что вот я вот в этом не похож, да, что, например, там, я не знаю, звуки у меня пахнут, ноты у меня там окрашиваются в какие-то цвета. Ну, то есть вот этот вот, когда наступает у вас момент, когда прорывает вот на какое-то такое творческое, там, я не знаю, вдохновение, когда вы начинаете рисовать, когда начинаете что-то создавать, творить, клеить, какие-то поделки, вот вам это очень нравится, вы так благодарны именно вот этому потоку, да, то есть вот у вас бывает очень часто такой поток. Не знаю, в общем, в общем, вы благодарны жизнью, благодарны жизни, благодарны свету, благодарны высшим силам. Здесь очень часто это в течение дня, вы очень часто это, по крайней мере, говорите, не знаю, осознаете, не осознаете, склоняюсь к тому, что осознаете, конечно же, но вот здесь благодарность именно как часть уже вашего ритуала, что ли, жизненного, вашего характера. Так, это была вторая позиция, и мы с вами переходим в позицию номер три, зелененькому камешку, и смотрим троечки. За что вы можете быть благодарны рыцарь Пиндакли? За то, что вы медленно, медленно идете к развитию своей жизни, наполненной, эмоциональной, богатой, роскошной. Так интересно, обычно троечки всегда связаны с финансовой стороной вопроса, ну, то есть практичные люди, да? Вот, а здесь выпал король кубков, но в этой колоде король кубков, он непростой, это не просто человек, который проживает там свои эмоции. В этой колоде он, посмотрите, у него вот этот вот тофтан, дорогой такой материал, вот, обувь у него, тоже, как это, сандали, но тоже такие дорогие, изысканные, да? То есть тюрбан у него на голове из дорогого материала. То есть он вообще одет очень роскошно. То есть это не какой-то там бедолага, музыкант, трубадур, уличный, как их там называют, уличные музыканты. Вот так всегда хочу вспомнить, и в раскладах никогда не помню. А, бременские музыканты, да, мультик, как бременских музыкантов. Вот, а здесь вот наоборот такой царь роскошный, богатый, красивый. То есть состояние вашей души, когда вот вы действительно наслаждаетесь, да? То есть здесь не просто удовольствие от жизни, а вы можете быть благодарны тогда, когда вот вы славливаете себя на состоянии именно роскоши. Вот у меня почему-то идет такая картинка, знаете, некого бизнесмена, да, одетого в дорогом костюме, где-нибудь там в Москау-Сити на последнем этаже, сидит, смотрит на вид, да, на вид города и распивает дорогое вино. Вот что-то такое, знаете, расслабленное состояние удовольствия от того, что я могу себе позволить, да, все самое лучшее. Не столь дорогое, сколько лучшее, потому что лучшее у каждого оно свое. Вот здесь вот это вот состояние роскоши и в то же время наслаждение этой роскошью, это не искажение, а вот именно такое человеческое наслаждение того, что я достойна этого, да, я получил то, к чему я стремился, то, над чем я работал. Вот вы можете быть благодарны, да, то есть скорее всего даже не то, что вы можете быть благодарны, а ваша благодарность появляется тогда, когда вы входите в это состояние. То есть вы благодарите, когда вы находитесь в этом состоянии. То есть здесь получается так, что вы благодарите себя по достижению какой-то вашей цели, которая вас наполнила, которая вас расслабила, когда вы, хочется сказать, ощутили себя действительно человеком, да, не какой-то сущностью, которая выживает, а вот именно человеком, который может пользоваться удобствами, да, эволюции человека, то есть тот, кто… Здесь вот ваше внутреннее состояние идет, да, вот когда вы чувствуете себя, не знаю, действительно человеком. То есть не просто лежать где-нибудь на каком-нибудь диванчике и сверху бросить матрас, и все, заснул, да, и укрылся какой-нибудь простыней. А когда вы лежите на кровати с ортопедическим матрасом, когда вам комфортно, да, когда у вас там специальная подушка под головой, когда ваше тело вот ложится и расслабляется, и отдыхает, ну, то есть появляется вот это вот ощущение какой-то человечность, человеческой жизни. Я не знаю, почему я это повторяю постоянно, но, видимо, для кого-то это важно, вот это, что я не животное какое-то, да, вживаю, а я действительно человек, я заслуживаю, да, то есть я достоин этого. Скорее всего, это достойно меня, да, поэтому я это и имею, потому что первично оставим себя. Вот в такие моменты вы как будто бы себе благодарны. но не показали, а за что, за что вы можете, вот именно за что, за какие вещи. Ну, за то, что путь ваш был таким, знаете, не то чтобы тернистым, он был какой-то запутанный, непонятный, вот вы как будто бы выходите, то есть если первая позиция, он был трудный, там много чего на себе тащили, то здесь вот как будто бы вы выходите из какого-то тумана, из какой-то неопределенности, какая-то такая энергия липкая, темная, тягучая, такая заманивающая, страшная, неприятная. Такое ощущение, что вот ваш путь, он на энергетическом уровне, он был наполнен какими-то паразитами, которые постоянно от вас что-то хотели, что-то требовали, да, что-то тянули. И вот я не случайно сказала, да, про душ, вот здесь вот такое ощущение, что хочется просто отмыться вот от этой грязи, от этого негатива, который был в вашей прошлой жизни, ну, за вашей спиной, да, не прошлой жизни, а за вашей спиной. То есть какая-то паутина здесь, знаете, как человек, который заходит в темный лес, вот как в сказке, да, дремучий лес, именно дремучий лес, где вот эти вот паутины, пауки и летучие мыши, и все это заросло, и вот вы проходите через это все, вот ваша жизнь, она такая. И вы благодарны не за тот опыт, который вы прошли, а за тот опыт, что вы наконец-таки вышли из этого, да, что вы справились, что вы смогли. Именно поэтому я и говорила про то, что вы заслужили, то есть вот здесь есть такие моменты. За что еще вы благодарны, да, то есть, ну, многие могут быть здесь благодарны за взаимоотношения с отцом, для кого это актуально, да, либо благодарны за какое-то свое детство. Не обязательно, скорее всего, брать всю, весь период детства, а за то, что были подарены какие-то вот именно минутки, да, возможно, то, чему научил вас отец, да, как-то там расслабляться, радоваться. Может быть, он по натуре был намного мягче, чем ваша мама, и вот время, которое вы проводили, пускай небольшое, с отцом, оно всегда вас радовало. Ну, то есть, знаете, мужчины умеют дурачиться, да, в отличие, мне кажется, от женщин, ну, потому что они устроены намного проще. И вот здесь вот это, особенно когда они начинают играть с детьми, да, они сами становятся детьми. И вот это запоминается, да, вот эти вот радости, то, что папа дурачится, мама ругает, да, что вы все несерьезные какие-то. Вот какие-то такие моменты, да, либо там, я не знаю, ходите на рыбалку, ходили с отцом, либо в какие-то походы. То есть здесь какие-то моменты, да, за что вы благодарны. И почему-то мне идет вот с отцом, ну, скорее всего, здесь и картинка такая, вот, либо там, я не знаю, хотели какого-то животного, мама не разрешала, папа все-таки купил, и вот вы благодарны. То есть здесь вот какая-то благодарность больше к мужчине идет. Пускай даже это будет не ваш папа, это был брат, это может быть дядя, это дедушка, неважно, какая-то мужская фигура, которая подарила вам мгновения. Не все, не весь период детства, а именно какие-то мгновения. То есть вы когда вспоминаете свое прошлое, да, чаще идет отсылка именно к детству, да, что вот в детстве вот хоть на мгновение, там был вот какой-то такой момент, и вот он прям очень-очень вас греет. Здесь об этом речь идет. За что еще вы благодарны? Ну, главка, сова о чем говорит? За мудрость, да, за те женские практики, возможно, которые вы делали. Возможно, ну, то есть если вы женщина, да, то вы благодарны за себя саму, за те действия, которые вы сделали для того, чтобы улучшить свою жизнь, да. Те знания, которые вы получили, те навыки, которые вы получили. Возможно, участвовали, вот, не знаю, мне просто идет так, в каких-то ритуалах, да, женских. Просто в общении в женском коллективе, но вот в таком, который наполняет, да, энергиями, когда, опять же таки, это не бизнес-леди, да, которые говорят о работе, о заработке, нет. А здесь вот какая-то свобода, да, такое ощущение, что вы как будто бы благодарны за то, когда бывают какие-то вот практики, я не знаю, ретриты, где собираются женщины, они танцуют, да, то есть вот они одевают длинные юбки в пол, да, либо платья длинные, вот, и они танцуют, они кружатся, они, ну, то есть здесь ощущение такое, знаете, высвобождение своей энергии, женской энергии, вот это вот мягкости, да, когда вы как-то себе, не знаю, разрешаете вот как-то быть собой. Здесь вот в этом мудрость есть, понимаете, то есть знания какие-то, здесь за это вы благодарны, что вот, не знаю, может быть, связались как-то со своим источником вот этой вот женской энергии. Здесь очень много энергий этих мягких, приятных, мудрых, знаете, каких-то ритуалов, которые, они как-то связаны с каким-то заклинанием, то есть если вы не практик, да, вообще может быть так, что заклинания, они не всегда рождаются от ума, да, то есть человек сидит, как стихотворение сочиняет, вот, даже в сочинении стихотворения тоже вдохновение присутствует. А здесь как будто бы, знаете, как-то спонтанно, вот вы как-то говорите, какая-то то ли скороговорка, ну, в общем, какое-то предложение в две строчки, вот, и, и вот оно как-то, не знаю, вы в это верите, оно энергетически наполнено, оно сбывается. Там, я не знаю, суп варю, любовь гоню, как-то так, вот что-то такое, какие-то две стишья, вот, которые у вас вот работают именно на, они реализуются каким-то образом, вот не идет почему-то, там, я не знаю, какая-то женщина, да, очень взрослая в деревне, либо повитуха, либо травница какая-то, да, вот она что-то готовит, и она что-то наговаривает, и вот это вот как будто бы случается. То есть здесь какая-то мудрость, с одной стороны, хочется сказать, деревенская, да, но и привитивным ее нельзя назвать, почему? Потому что вот в ней есть какая-то жизненная мудрость, понимаете, то есть не научная, не выученная, да, а вот какая-то вот природная что ли. Вот здесь про эту энергию идет речь, да, какая-то вот интуитивная что ли, природная энергия, но это именно женская. Там, я не знаю, как приворожить, но приворожить не в плане порчи какой-то такой, да, знаете, там, привязки, нет, а здесь вот приворожить, когда, я не знаю, немножко носик приподнять, так, подмигнуть кому-то, да, то есть вот это даже и флиртом нельзя назвать, потому что это вот какое-то природное, где-то губку закусить, ну, то есть вот такое вот женские какие-то такие качества, да, вот здесь за это вы можете быть благодарны, что у вас это есть, вы это либо выработали, либо вы к этому сами пришли, ну, то есть это было неврожденным, это приобретенное, с помощью ваших каких-то трудов, так, смотрим дальше, что нам скажут наши сумасшедшие, за что вы благодарны, кстати, у меня, по-моему, был такой расклад, надо где-нибудь в подсказках выложить, может, скорее всего, в начале выложу, за что вы благодарны, тройка жестов, за творческий вот этот вот порыв, да, за те идеи, которые к вам приходят, да, здесь вот такое, какая-то связь есть, не знаю с чем, с кем, то есть это высшие силы, не высшие силы, это какой-то там, я не знаю, астральный план, не знаю с чем, здесь есть вот эта вот жизненная энергия, ее очень много, она, это не по дьяволу, да, это не материально, не физически, а здесь жизненная энергия, какая-то она с уклоном в творчество идет, да, причем, знаете, вот как есть эта техника скорописания, да, то есть когда человек берет ручку, начинает входит в какое-то состояние, начинает писать, 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 очень долго, потом когда понимаешь, что все, уже надо поставить точку, начинает читать, и там могут быть там, не знаю, предсказания, либо какие-то подсказки, либо еще что-то, то есть вот здесь что-то такое, то есть вас как будто бы включили, и забыли вас выключить, и вот пока вас включили, вы творили очень многое чего, то есть мы здесь смотрим, человек изрисовал абсолютно все в своем пространстве, да, все, что можно было, да, не оставил ни одного места, и он понимает, что это все уже его ограничивает, потому что места нет, надо как-то двигаться дальше, при этом окно открыто, то есть надо как-то выходить в мир, да, и творить уже в мире, не в том ограниченном месте, где вы находитесь, не в каком-то клочке бумаги, а как будто бы вот масштабы, здесь нужно масштабировать, то есть возможно вы благодарны как раз-таки за эти состояния, либо вам нужна была подсказка о том, что пришло время выйти как-то в мир и творить на более больших масштабах. За что еще вы благодарны? Ну, за свой ум, конечно же, за те идеи, которые к вам приходят. Знаете, где-то кого-то вы можете где-то подколоть, да, где-то можете над кем-то немножко подсмеяться, задеть кого-то своим словом, но вот это, здесь знаете как, здесь нету негативного какого-то намерения, да, то есть человека опустить, либо причинить ему боль, ну, просто это какая-то вот черта вашего характера, так знаете сказать, и вы, возможно, проницательный попадаете в точку и в больное место другого человека, да, то есть вы как-то, здесь что-то от скорпиона идет, вот понимаете, что-то такое скорпионовское, и оно с одной стороны болезненное, но и с другой стороны, как будто бы и придраться-то не к чему, потому что то, что вы сказали, ну, оно так и есть, да, но вот как вот это вот сказано, не знаю, какая-то шутка что ли, что-то такое, что задевает другое, вот вам это нравится, типа, я могу такие, ну, то есть я могу себе разрешить, что ли, так шутить, вот вам это, что как-то подмечать, да, что-то в других людях, не знаю, здесь что-то такое, не очень приятное для других, но приятное для вас, я не знаю, что это такое, за что вы благодарны, девятка мечей, как-то, возможно, вы благодарны своим страхам, за что, то есть как бы вы от них не убегали, как бы вы от них не скрывались, эти страхи, они все равно присутствуют в вашей жизни, и каким-то образом они ее разрушают, а почему вы тогда благодарны им, почему вы благодарны, потому что они вам показывают ваш сценарий, как вы ходите по кругу, видите, восьмерка по бесконечности, то есть они ведут вас по бесконечности, какая-то повторность идет, и что вам это дает? А это дает как раз-таки возможность шута, обнулиться, то есть если бы вы не видели, если бы вы не замечали свои вот эти вот страхи, которые разрушают вашу жизнь, разрушают вашу стабильность, вот, и они повторные, вы бы не смогли как-то вырваться из этого сценария, то есть здесь такое ощущение, вот не случайно, Рыцар Мичей выпал, что человек отдает себе отчет в том, что, ну, он умен, да, и он может замечать за собой вот какие-то сценарии, которые надо разрушить, то есть разрушает он их, не разрушает, это уже второй вопрос, но у него есть этот навык, он видит, да, он видит, что вот здесь что-то пошло не так, что этот страх, он, ну, он не во благо мне, да, с ним надо что-то делать, да, что, либо я наоборот, я где-то сейчас убегаю от принятия какого-то решения, от каких-то начал, по причине того, что я боюсь, ну, то есть вы это осознаете, вот, и как будто бы в идеале это можно было бы, ну, исправить, да, как-то начать по-другому, вот, вы это видите, но не всегда начинаете, я не знаю почему, но вот, по крайней мере, вы видите вот эту свою иллюзию, да, когда вы убегаете, то есть есть осознание этого, такая у меня была третья позиция, и расклад, за что вы благодарны, пишите свою обратную связь, а я вам благодарна за то, что вы остаете со мной, за ваши комментарии, за ваши лайки, огромное благодарность спонсорам, первого уровня, второй, третий я уже не делаю, но вот, первый уровень, то есть люди, которые продолжают спонсировать мой канал, отличаются значками, вы можете видеть, я часто их закрепляю, вот, я очень благодарна вам за это, благодарна всем тем, кто присылает, супер спасибо, да, это сердечко под любым моим роликом, любые донаты, помощь, приятные слова, которые вы пишете, благодарна за то, что приходите, на выходные БЛИЦ-консультации, мы разбираем ваши проблемы, мне это приятно, да, копаться, разбираться, вы получаете ответы, вообще любое взаимодействие, в разном формате с вами, как платное, так и бесплатное, я вам благодарна, прощаюсь с вами, до следующего расклада, всем пока-пока, до новых встреч, banale, Продолжение следует...